Здравствуйте, мои дорогие друзья, подружки и подписчики! Сегодня с вами я, домохозяин Василий, и сегодня будем готовить совершенно очумелый, очень вкусный и фантастический десерт из консервов кильки и сахара. Ну, шутки шутками, друзья! Аж самого заулыбало. Давайте так, идея в чем? Чтобы не было ни у кого, это я, знаете, вы поняли, да, что я чуть-чуть вспомнил наших уважаемых блогеров. И вот, вы покупаете вот эти вот конфетки Рафаэла, которые стоят денег невероятных, очень популярны. У нас есть свои люди в этой компании, которые нам говорят, что продажи просто сумасшедшие. Россия покупает больше всех в мире. Ну, условно, больше всех в мире я статистику не получал от них, ну и не просил, соответственно, они говорят, продажи в России пипец. Я не знаю, конечно, кедровый орех так не покупают, как покупают вот эту вот кокосовую радость. Вот смотрите, есть вот такой вот тюбик, который по вкусу, вот раз, это Рафаэлла. Вот как ни крути. Но этот тюбик стоит 200 рублей. Привозят с Таиланда и, в общем, они делают специально для российского рынка. Не найти днем с огнем. Ну, случайно я просто увидел, я уверен, что вот в моих магазинах во всех, которые я посещаю у меня на районе, нету ничего похожего. Но даже в самых недорогих встречается довольно часто, а в одном из них вообще все время есть, кокосовое молоко. Кокосовое молоко есть, сахар есть. Давайте с вами сварим по вкусу Рафаэлла, а по факту это сгущенное кокосовое молоко. В банке вот в этой вот 400 миллилитров кокосового молока. Когда его покупаете, всегда смотрите, что написано на этикетке. А на этикетке вот что написано. Написано содержание воды и плотных веществ в банке. Сверху отстаиваются сливки, не переживайте вообще, не парьтесь. Здесь, это же растительные жиры и вода. Растительные жиры всплывают наверх, образуя вот эту вот пробку, а здесь вода. Берем просто, опа, ух ты, вот видите, вода потекла. Это переработанная, перемолотая вернее, переработанная. Кокосовая мякоть, процеженная, разбавленная водой. Смотрите всегда, сколько процентов кокоса. Потому что есть производители недобросовестные, которые там чуть ли не 50 на 50. Вот у меня здесь 70 на 30. 70 кокоса. От этого может зависеть цена. Чуть дороже, чуть дешевле. Хотите сэкономить, возьмите подешевле. Да, еще посмотрите, пожалуйста. В некоторых консервантов очень много. Очень много консервантов. Теперь ставим на медленный огонь. Ждем, когда молоко нагреется. Кокосовое молоко. Все размешиваем. Чистая растительная субстанция, никаких комков, ничего здесь не будет. Это все расплавится. Если вдруг какой-то комочек образовался, возьмите венчик, взболтните и все будет ништяк. Смотрите. Теперь 400 сливок, 200 сахара. На 100% кокосового молока берем 50% сахара. Можно, конечно, и меньше взять. Он все равно у вас будет густой при остывании. Все зависит от того, какой вы сластен. Но если, например, на тюбике написано, что 40% молоко и 40% сахар. То есть один к одному. Там потом масло немножко кокосовое, туда-сюда, пятое-десятое. То есть получается, что сахар в этом тюбике один к одному. Будет слишком сладко, на мой взгляд. Поэтому, видите, я беру 50% от общего объема. Так, 80%. И смешиваю немножко его с темным, потому что у меня столько белого сахара не было. Это тут повлияет, конечно, на цвет сгущенки. Но с другой стороны, можете сказать, что это топленое кокосовое молоко. Е-мое. Представляете? Как будто варенка. 160, 170. Засыпал весь стол с сахаром. Ну, вот 200 граммов. Вот свиноферма, а вообще просто. Как так можно было жить? Все, однородная жидкая масса. Размешиваем. Пусть подкипает слегка. Дайте закипеть, маленький огонь. Все, потом переливаем и в холодильник. А, да и поглядывайте, конечно, ложкой снизу. Пригореть ничего не должно, но на всякий случай. Всегда лучше, проверяйте. Ну, в общем, смотрите. Уваривать там, превращать все это в какую-то демигляс не надо. Сахар и так сделает за вас всю работу. Главное, найти подходящую емкость для того, чтобы туда перелить. Я надеюсь, что у меня хватит по объему. Нужно туда перелить и поставить в холодильник. Остывать. Я же специально купил вафли, потому что в Рафаэло внутри еще вафелька, да? Я подумал, что если взять вафли? Правда, мне достались только на топленом молоке. Да, очень хороший вкус. Чистый Рафаэло. Знаете, что еще можно сделать? Я не нашел, но если вы найдете кокосовую стружку, ее слегка на сковороде подрумяньте. И можно вот эту штуку в холодильник. Она слегка застывает. Отлично. В магазинах не ждите, что она застынет и будет как магазинная. В магазинах что мы видим? Мальтодекстрин, загуститель. Поэтому, если у вас есть мальтодекстрин, то можете, конечно, спокойненько его там расплавить. Не расплавить, а размешать с помощью миксера, венчика. И, конечно, у вас будет погуще. Можно загустить ее крахмалом. Чуть-чуть добавляете молока. Вернее, вот вы когда молоко выложили, у вас водичка остается. Эту водичку раз, с крахмалом смешали. С сахаром молоко уварили. А потом эту водичку в конце этого добавили, у вас получается густая масса. Она, когда в холодильнике застынет, конечно, будет еще гуще. Но у нас здесь без всяких добавок. Только конкретно молоко. Теперь аккуратно эту горячую баночку с кокосовой сгущенкой нужно убрать в холодильник. И как только она остынет и станет чуть гуще, тогда прям можно, значит, что сделать? Накрошить вафлю, полить сгущенкой, посыпать кокосовой стружкой и подать, как самый простой, но самый вкусный десерт. Рафаэлла. Рафаэлла. Продолжение следует...